Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет такая душещипательная тема, которая будет звучать так. Кому вы испортили жизнь? Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылка на видеоролик, в котором подробнейшим образом рассказывается, как вы можете получить индивидуальную консультацию именно от меня для себя. Еще какие моменты хотелось бы осветить в том, что будем сегодня рассматривать в раскладе. Почему я хотела бы, чтобы вы все-таки послушали первые 1-2 минуты перед раскладом, потому что будут затем, я точно знаю, от тех, кто не послушает, комментарии, когда человек недопонял, что конкретно смотрится. Первое. Во-первых, не каждый из нас испортил вообще кому-то жизнь. То есть, может быть, вы вообще жизнь никому не испортили. Но здесь есть такой момент, когда мы знаем, что мы не портили, но есть люди, которые вас обвиняют в том, что вы это сделали. То есть, мы смотрим, кому вы реально испортили жизнь, а кто просто считает, что вы ему жизнь испортили, ему или ей. И что вам делать в рамках вообще этой ситуации, которая сложилась вокруг этой темы именно в жизни вашей. Сегодня у нас люминусы наши замечательные. Для тех, кто хочет увидеть именно обзоры колод, которые участвуют сегодня в данном раскладе, вы можете перейти в пункте 5 по ссылочке. И там будет целый плейлист, по-моему, в районе сотни колод. Мы там рассматривали. Сегодня будет 4 варианта. Выложим замечательную с голографической рубашкой колоду первую. Мы разложим фрукты, давайте, для того, чтобы вы могли выбирать не только по номеру карты, не только по рубашке. А мне, кстати, интересно, как на этой колоде будут смотреться наши великие и ужасные фрукты. Давайте посмотрим. Сегодня ананасик у нас получается 4. Первое яблочко наливное, второй виноград, третье клубничка наша незабываемая, как всегда, и четвертый замечательный у нас ананас. Вы можете выбирать по фруктику, вы можете выбирать по номеру карты, которая была выложена. Вы можете выбирать по порядку открытия карт мною. То есть ту позицию, которую я открою первой, которую я открою второй, третьей и четвертой. Как вам больше нравится, так вы и загадываете. А я посчитаю необходимым, так, соответственно, и буду открывать позиции. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер 4, или давайте у нас ананас замечательный на четвертой позиции. И посмотрим. Давайте первое, с чего мы начнем, это степень того вообще, есть ли ваша вина в том, что происходило. Но вы знаете, я так чую, человек вы непростой. И дать джазу можете всем, если они заслужили, ну уж не знаю, заслужили или нет. Но вы реально обладаете определенной разрушительной силой. И вы реально могли, если не жизнь совсем испортить определенному человеку, то нанести определенный ущерб. И либо вы отомстили за себя, либо высшие силы выдали на орехи так, человеку, который провинился перед вами, что мало не покажется. Поэтому здесь ложится карта, которая говорит о том, что да, чья-то жизнь, именно по причине того, что происходило с вами, она испортилась. Вы ли испортили или человек сам был к этому, скажем так, предвестником и заслужил то, что происходило, это уже другой вопрос. Но по этой позиции, если ответить коротко, да или нет, портили жизнь или испортили кому-то жизнь или нет, здесь можно сказать, что да, определенная с вашей стороны энергия разрушительная присутствует. И она есть. И уж по этой карте, по-другому сказать, никак нельзя. Давайте посмотрим, кому реально вы могли разрушить жизнь. Ну, условно называем разрушить жизнь, там вы можете называть как угодно в соответствии с вашей ситуацией. Воздаяние, волшебный пендель, там мстя, которая страшна, что угодно, это решайте сами. Мы смотрим, кому и кто считает, что вы реально эту жизнь разрушили. Кому и кто считает. Ну вот смотрите, на сегодняшний день, по сути своей, не столько вы разрушили чью-то жизнь, сколько вы, возможно, ликвидировались от того человека, который считает себя сейчас обиженным, брошенным, там непонятно каким. То есть, есть люди или были люди, у некоторых, это даже те, кого уже нет в живых. История прошлого, скорее, и история, которая уже разрешилась определенным образом. Здесь карта говорит о том, что тому, с кем вы уже на сегодняшний день не общаетесь, может быть, это и не один человек, но это тот человек, с которым был жесткий конфликт, у кого-то это мужчина до 40 лет, по крайней мере, на момент конфликта это было до 40 лет, знака воды или воздуха, жесткий, с достаточно таким вот вспыльчивым, склочным даже у кого-то характером. И это тот человек, от которого вы оградили себя. И женщина, женщина знака земли или огненного знака. Господи, еще одна идет дама, идет еще одна разведенная дама, у кого-то это имя Инна, знака воды или воздуха. У этой женщины есть ребенок. Знаете, вот свет в окне, один ребенок. То есть, вы вокруг себя волшебных пенделей понараздавали. Но это на сегодняшний день уже та информация, которая больше говорит о прошлом, чем о вашем настоящем. Вы можете еще периодически даже переживать, что может быть где-то вы ответили жестко. Но на сегодняшний день уже что случилось, то случилось. А кто считает? Ну вот те люди из прошлого, они считают, особенно на вас может держать не то чтобы зло, а вот нервничать по этому поводу. Женщина знака воды или воздуха, вот о которой говорили, у которой есть ребенок. и мужчина. Мужчина знака земли или огненного знака, старше 40 лет, либо если вам уже за 50, за 60, то примерно с вами одного возраста может быть человек. Приблизительно вот такое у кого-то имя Иван очень четко просматривается. Здесь есть также жены, мужья, родители у кого-то. То есть, здесь эти люди могут считать, из этих людей могут считать, что так и было. И причем, если это речь идет о браке, если идет речь об определенном самодовольном мужчине, то он считает, что своей беременностью или что вообще рождение ребенка в вашей паре могло определенные коррективы внести в ваши отношения, которых он на определенные моменты не хотел. Ну, это вот из области того, что действительно происходило или кто считает. А сейчас мы с вами посмотрим. Слушайте, такое ощущение, что вас закрутило в определенный момент, как вентилятор, и вы просто положили всех врагов одним махом. Вот такое ощущение, что атомная бомба. Знаете, вот Люся терпела, 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 а потом Люсю бомбануло, и все полегли смертью храбрых. Вот такие вот моменты здесь могут быть. Давайте посмотрим, что вы реально все-таки сделали в этой ситуации. Ну, с вашей стороны здесь есть определенные вещи. Кто-то воздаяние просил с помощью магии, кто-то врал на определенном этапе. Но я вам могу сказать одно. То, что вы сделали в свое время, было вполне себе оправдано. Здесь была такая ситуация, когда ложь не то, чтобы была во спасение, но по-другому поступить почему-то было нельзя. Есть такие моменты, бывает это в жизни. Это достаточно редко, но бывает. Поэтому здесь вы поступили в целом вроде бы и правильно. Но определенная ложь и определенное выкручивание ситуации, где-то даже на доверии оно было. Вы можете делать что угодно. Вы можете, те, кто со слабой душевной, вернее, с тонкой душевной организацией, особенно у которых прямо вот душещипательно воспринимаются любые такие слова не очень позитивного характера, могу сказать сразу, либо вы не свой вариант выбрали, либо вы просто должны действительно посмотреть в зеркало и сказать, что да, я в определенный момент сделал какие-то вещи. Вот такой есть нюанс. Да, карты говорят о том, что была ложь, да, где-то выкрутились, да, может быть где-то, допустим, кто-то тайно забеременел от супруга и зная, что не хочет партнер детей. Есть и такие здесь вариации. Но при этом вы поступили именно так, как в тот момент должно было происходить, потому что если бы вы поступили по-другому, возможно для вас были бы абсолютно иные последствия. Вот такая картина. Давайте посмотрим, по этой позиции предостережение и совет. Ну, смотрите, сейчас вот то, о чем говорилось, лучше посмотреть все-таки правде в глаза и лучше сказать себе какие-то вещи, в которых возможно вам было очень трудно все-таки признаться. Может такое быть. И здесь есть еще один интересный нюанс. Вам не стоит сейчас зацикливаться, да я такого не могла сделать, да я же, да я чуть ли не святая, там и так далее. Чуть-чуть поменьше ягоднее, чуть-чуть побольше здравой оценки ситуации. Вот это будет лучше всего, потому что да, конечно, можно сказать, что я белая и пушистая, это все вокруг меня виноваты, а я одна ангел небесный. Такое иногда бывает и так даже надо иногда делать для того, чтобы сохранить свою самооценку, но это не совсем тот случай. Поэтому раздуваться от собственной важности или слушать, кстати, рядом слишком раздувшегося от важности человека мужчина старше 38-39 лет, знака воды или воздушного знака, у кого-то имя Олег и Игорь идут достаточно серьезно. Вот этих людей особо не слушайте в той ситуации, в которую вы попали, которая сейчас сложилась определенным образом. И лучше всего, конечно, здесь вот в рамках того, что происходило, посмотреть правде в глаза и если вы понимаете, что понаделали делов в свое время, то быть готовым к тому, чтобы понести определенное наказание или добровольно, в добровольном порядке искупить какие-то вещи, в рамках которых вы были неправы. Это бы было оптимальным решением, потому что, ну, либо понять, что вы по-другому тогда сделать не могли. И сейчас понять, за что, бывает, приходит определенная боль. Посмотрите, перед кем вы должны искупить, а кому вы воздали по делу. И признайтесь себе честно, что, к какой категории относятся. Но это для людей, конечно, которые склонны, могут и способны самокритично относиться вот в этой ситуации. А ситуация достаточно сложная, у кого-то даже это с близкими людьми, с семьей связано. Поэтому, конечно, трудно себе в таких вещах признаваться, но иногда это надо сделать. И здесь мы не читаем морали, да, людям. Здесь на сегодняшний день мы не занимаемся тем, чтобы указать кому-то на какие-то непонятные, да, вот вещи искать. А ты не хорошая, Катя, ты вот так сделала. Не в этом вопрос, просто вопрос в том, как вы будете дальше жить в той ситуации с теми эмоциями, которые соответствуют данной ситуации. Все, не более того. для тех, кто выбрал у нас позицию номер 2. А вот так вот интересно у нас получается. Кэп не очевидность, когда вторая позиция совпадает еще и с вторым номером по открытию. Ну, вы знаете, здесь можно сказать, что особо никому вы жизнь не то, чтобы не испортили, но вашей степени вины достаточно мало. Возможно, у вас была какая-то достаточно жесткая, субъективная реакция на то, что происходило в вашей жизни. И возможно, вы выдали на определенном этапе стране угля. было такое, но, опять же, что хочется сказать? Хочется сказать, что это была стремительная, достаточно быстрая реакция, когда вот именно так получилось. То есть, когда, например, там человек попадает или идет там в пропасть, или как-то по-другому делает, мы вплоть до того, что швабра его больно пихнем, для того, чтобы он отлетел в другую сторону. Да, может быть, он получит травму от вас, но он останется жив. То есть, вот какие-то такие вещи, когда вы могли стремительно, не имея времени на размышления, совершить поступки. Поэтому сказать, что прямо грандиозная степень вины нет. У кого-то есть вопросы вот именно к детям определенного отношения, а кто-то пытался обезопасить себя. и есть опять же ситуации с теми моментами, когда женщина поторопилась сделать аборт. То есть, там, допустим, по состоянию здоровья сказали, что нужно срочно решать и убрали плод, который был в принципе нормальным. А у кого-то это отношение к своим детям. То есть, для того, чтобы спасти ребенка, для того, чтобы его сделать лучше, поспешно принимаемые решения тоже может быть. Давайте посмотрим, кому реально испортили жизнь и кто считает, что вы действительно эту жизнь ему испортили. Ну вот смотрите, здесь есть такие моменты, когда у вас, если у вас есть дети, если у вас есть животные, с которыми вы тиранически в какой-то момент поступали, вот это как раз таки тем, кому вы жизнь могли действительно подпортить и немножечко так подколоть иголочкой остренькой. Здесь действительно, если у вас нет детей, тогда это та ситуация, когда у кого-то могут быть нерожденные дети, причем для мужчины это тоже может быть определенная поспешность решений. То есть, естественно, мужчина не может сам себе сделать аборт, пойти, но он мог вынудить женщину сделать определенным образом. И это тоже вина остается на таком человеке. Это если детей нет. Если дети есть, но опять же, есть и нет, вот такие ситуации я описываю, которые подходят именно сюда, по этим арканам. И вообще, ситуация, когда к тому, кто младше или тому, кто находится от вас в зависимом положении, подчиненные, допустим, если вы начальник, ситуация, когда это могут быть младшие родственники, просто те, кто слабее и младше вас. Вот когда-то вы проявили силу излишне. Кто считает? Ну, вы знаете, этот человек в принципе находится уже в большой разрухе. У многих эта ситуация, когда есть люди на работе, которые так считают и которые каким-то образом по делам связаны с вами. И может считать так мужчина до 40-38 лет, знака воды или воздуха. Ну, и дети, внуки. Вот дети, внуки, у кого есть, здесь идут. У кого-то имя Женя, Женя, причем может быть и девочка, и мальчик. Давайте посмотрим ответ на следующий вопрос. А что вы реально такого сделали? Ну, смотрите, либо вы сохранили свою семью, то есть здесь могут быть женатые мужчины, у которых на стороне, там, допустим, любовница забеременела, а они не разрешили ей рожать. Или там разрешили, но сделали все, чтобы разрушить вот эту ситуацию и гнуть собственную линию. Для женщин это то, что вы реально тоже могли делать идя по головам для сохранения семьи или для сохранения интересов близких вам людей. Вот такие моменты тоже были. У кого-то это вопрос недвижимости, наследства в том числе, то есть может быть женщина старалась или вообще человек старался для своих детей, сохраняя наследство, при этом обидел каких-то других родственников и тех, кто был младше, и те, кто тоже нуждался в тот момент. Такие вещи есть. Ну, в целом, что могу вам сказать, друзья, тема расклада, она достаточно тяжелая и она в принципе достаточно самокритичная, поэтому я хочу прежде всего попросить сперва думать, а потом уже писать комментарий, потому что я думаю, что захочется сказать не только ласковые слова кому-то. давайте для вас предостережение и совет. Смотрите, карты говорят о том, что вы можете работать над ситуацией, которая сложилась в вашей жизни и карты говорят о том, что старайтесь больше не растрачивать свой ресурс на эту ситуацию. Ну, было, но случилось, уже это произошло, это было достаточно, возможно, скоропалительно, но на сегодняшний день дальше отдавать свою энергию вот тому, что происходило. Не надо. Если у вас есть такой человек, мужчина от 30 до 37-39 лет, знака воды или воздуха, и он вас попрекает и говорит, знаешь, Любочка, если бы ты меня реально любила, ты бы мне сейчас денежки вот эти вот там отдала или как-то бы искупила то, что ты совершила. Вот ему не рекомендуется отдавать то, что вы хотели. Вы можете ощущать, например, даже какое-то чувство вины на определенном этапе за то, что происходило, но при этом вам не нужно туда отдавать какой-то свой ресурс. То есть то, что вы сейчас отдадите, оно будет нерационально. Но если говорить о совете, здесь такая ситуация, что вам в принципе нужно что-то отработать, но не перед этим человеком, который может просить у вас этой отработки. То есть тот, кто навязывает вам ситуацию, в которой вы должны якобы, по мнению человека, будете что-то отдавать, вот этот человек может подождать еще какое-то время. А то, что вы решили отработать сами, смотрите, перед женщиной, женщиной знака воды или воздуха, женщина, которой нужна помощь сейчас в покупке какой-то, или в оформлении документов, которые касаются в том числе и ее ребенка, вы действительно ее можете поддержать через третьих лиц. У кого-то имя Олеся, у кого-то имя Ольга и Вероника. Вот, ну, понятно, что для одного человека все три имени вряд ли будут как-то откликаться, но есть разные люди, для которых разные из этих имен имеют определенное значение. Вот такая ситуация у нас по второй позиции. Так, друзья, для тех, кто выбрал у нас позицию номер три. А давайте вот такой следующий, кэп, не очевидность. У нас третья позиция, она же третья по порядку открытия. Что здесь у нас? Ну, вы знаете, здесь скорее ситуация, когда вы не столько разрушали чью-то жизнь, сколько здесь есть такая ситуация, когда вы могли проявить нездоровое чувство эгоизма. То есть вы могли на определенном этапе думать просто только о себе. То есть говорить о том, что здесь какого-то прицельного разрушения жизни других людей с вашей стороны присутствовало, мы не можем. Мы можем скорее говорить о том, что на определенном этапе вашей жизни вы для себя стали важнее, чем какие-то другие люди для вас. И вот в этот момент могли собраться вокруг вас люди и сказать, что Галя о себе подумала, она мне денег не хочет дать в долг, она себе платье купила, да ладно. И вот в этой ситуации могут люди на вас обижаться, вот такие моменты есть. И мы сейчас будем смотреть, но я не вижу, чтобы здесь была какая-то грандиозная степень вашей вины. Здесь скорее больше ваше какое-то бездействие, чем действие. Вот так ложатся эти карты. Говорить о том, что вы сделали что-то плохое, что-то гадкое, неправильное. Вот здесь было бы, наверное, в корне неверно. Здесь скорее вы чего-то не сделали, и вы не стали спасать какого-то утопающего, дав ему возможность проявить себя. И вот здесь вот если бы вы стали причинять добро человеку, может быть вы были бы еще виноватее в его глазах, чем то, что вы вообще не вмешались в этой ситуации. То есть здесь ваше бездействие сыграло определенную роль, о которой могут говорить, что да, вы нанесли человеку определенный вред. Давайте посмотрим, кому реально, а кто считает просто, что нанесли. Вы знаете, даже никому, а чему, потому что здесь бездействие. На самом деле вы просто приняли быстрое решение на тот момент, и вы, ну скажем так, очевидно правильное решение приняли и не действовали. Поэтому по факту сказать, да, вот здесь косвенная связь, разрушение жизни того, кто не взял за себя ответственность. Но в этом нет вашей вины. То есть какой-то человек не взял на себя ответственность за свою жизнь и обвинил вас благополучно. То есть сказал, а Танечка-то у нас теперь виновата в том, что я машину не купила. А почему? А потому что Танечка выплатила свою ипотеку, а мне не дала деньги в долг, когда я хотела купить машину. Бе-бе-бе, какая у нас Танечка. Вот такие вот моменты могут быть здесь. Кто считать может? Считать может дамочка. Вот здесь, знаете, либо очень женоподобный по своему характеру или склочный, как женщина-мужчина до 40 лет, либо это женщина такая вот тоже с характером тем еще, знака земли или огненного знака, скорее даже огненная. Это может быть мать, сестра. Это может быть человек, который имел на вас в определенный момент достаточно серьезное влияние. А у кого-то это даже может быть, ну знаете, отец. Но здесь что касается возраста тогда, да, если это отец, то это человек, который мог на том этапе, когда ему было до 40 определенным образом вменить вам в вину что-то. Но человек не понимал, что он получает вашу реакцию за то, что он обидел вас или за то, что он вел себя по отношению к вам определенным образом. Поэтому я не вижу здесь какой-то грандиозности. Не вижу с вашей стороны железной какой-то вины. Вы знаете, как будто бы с человеком вы одно время не общались, а потом произошло восстановление, какое-то общение и даже общие дела какие-то есть или были потом. Что вы реально сделали такого? Давайте посмотрим. Ну, вы расставили все по своим местам и указали, что правильно, а что нет. И смотрите, вы такое вот ощущение показали на того человека, кто реально должен здесь был взять ответственность. И это не понравилось. Возможно, ваши слова были слишком жесткими. Возможно, ваша риторика была такая вот, тоже железобетонная. Здесь вы просто поставили кого-то в стойло, как говорится, и сказали, вы реально сказали, как делать нужно. То есть вы сказали, что надо делать так, так и так. И так и нужно было делать. Вы не должны были брать ответственность. Вы показали на этого человека, который должен взять ответственность. Но человек, скорее всего, обиделся и начал играть. Да, вот этого слабонервно обиженного, лапками вверх, задранными, валяющегося пузом кверхе. Как это так? Ты не взяла на себя ответственность. Ты свалила ее на меня или там на кого-то другого. Ну, здесь опять же, видите, пожалели себя, нашли виноватого, а виноватый себя таким не признают. Предостережение и совет. Ну, вот смотрите, старайтесь сейчас особо не проявлять свое настроение и не говорить, не выводить на чистую воду этого человека, потому что, в принципе, после драки уже кулаками не машут, потому что, по сути своей, решение вами уже было принято. И если вы реально умом понимаете, что это решение было правильное, то изменять это решение уже не нужно. То есть на этом уже на сегодняшний день и может ставиться точка. Вот такая здесь история. Усугублять как-то, разводить опять вот эту ситуацию, поднимать ее из прошлого, разбирать по частицам вообще уже не надо. Вы просто должны понять, чего вы хотите, и действовать в соответствии с задуманным планом. Ну, и, кстати, знаете, карты о чем говорят? Что если сейчас вы не примете такое решение, то будет принято другое решение, которое будет очень сильно задевать ваши интересы. Именно поэтому думаем головой, а не сердцем. И смотрим на то, как в будущем будут сказываться принятые решения на тех людей, которые окружают вас. Также обратите внимание на женщину знака воды или воздуха. Женщину тоже такую. Вот знаете, может быть, она кажется иногда самодовольной. Человек достаточно самодостаточный, как вот такое масло масляное получилось. Но пример ее поведения может вам дать очень хорошие подсказки в рамках той ситуации, которую вы обдумываете. Ну, и, конечно, у нас позиция первая, вторая, третья компот, наше замечательное наливное яблочко. Давайте посмотрим, кого вы обидели. Да вы знаете, вы, если кого-то обидели, то так было предначертано судьбой. То есть, возможно, вы были в руках рока определенным инструментом, когда вы разрушили кому-то жизнь. Иногда так бывает. Иногда это бывает и у обычных нормальных людей, и в среде ведьм и практиков. То есть, иногда, да, бывает, что ты ломаешь жизнь человека и стираешь его в порошок. Но при этом не потому, что ты зол, не потому, что ты глумишься, или у тебя какие-то садистические наклонности, а потому, что ты являешься в тот момент орудием, орудием сил, которые распоряжаются через твои действия тем человеком, который может действительно понести какое-то очень жесткое наказание. В частности, здесь, вот знаете, есть такая ситуация, которая говорит о том, что вы какому-то человеку помогли отработать его карму. Да, дали стране угля, да, вы дали волшебного пенделя, и да, вы разворотили, ну, скажем так, всю голубятню данному человеку. Но при этом вы не могли поступить иначе. Здесь есть, вот именно, есть отработка кармы человека через вас. И знаете еще какой момент есть? Это может быть связано достаточно жестко с финансами и с вопросами, которые касаются детей и деторождения. Так, давайте посмотрим, кому реально, а кто так считает просто? И могут ли каким-то образом совпадать эти два момента? Смотрите, вы могли действительно сделать это, действительно разрушить жизнь, сломать жизнь. Женщине, женщина знака земли или огненного знака, возможно, она была гораздо более юного возраста, чем сейчас, на тот момент, когда это все произошло, вполне возможно. Но, вы знаете, если вы тоже знака земли или огненного знака, вы могли и себя тоже подколбасить через то, что делали. То есть, бывает такое, что испортил сам себе жизнь. И вот в данном случае вы могли и сами себе даже испортить жизнь по этим картам. Ну, или такая вот дама, которая у нас появляется. У кого-то имя Света, у кого-то имя на Н какое-то. Вы могли даже, знаете, что сделать? Вы могли с ней взаимно как будто бы испортить друг другу жизнь. Вот такие вот моменты здесь даже отрабатываются. Но здесь вмешательство кармы достаточно серьезное и кармических отработок. Но кто в них не верит, просто могу сказать, можете там как суд божий, наказание свыше, да, там, вмешательство сил. Как угодно это называть, кому как больше нравится. Я тоже не сторонник постоянно везде втыкать карму. Но уже так получилось, да, что тема такая. В любом случае, да, испортили, испортили, но как орудие. А кто считает? Ну, считает, кстати, какой-то человек, с которым вы работаете. У кого-то, к сожалению, это даже родители, бабушки или дедушки могут быть, с которыми тоже сейчас общение сведено к минимуму. Ну, и есть такие люди на работе, но они ничего не значат. На работе или в каких-то делах. То есть вот те люди, с которыми вы там, не знаю, в кружке умелые руки состоите, там, или еще где-то, даже если вы не работаете, например, или работаете в одиночку. Но они так могут думать, а по факту вот этот человек имеет право, да, на такие думы, и этим человеком частично даже можете быть и вы. Так, что реально сделали? Остановили. Просто поставили какой-то блок. Вот такое ощущение, что, знаете, а насколько жестко эта остановка была воспринята человеком, и насколько жестко она ему нанесла потери, зависит от того, на какой скорости, нападая на вас, или делая какое-то дело, он мчался. То есть да, если он там на паровозе мчал со скоростью 350 кмч, то, естественно, приземление было очень-очень жестким. А если он так на велосипеде потихонечку ехал, еле, крутя педали, но не в неправильную сторону, ну, упал, коленки расшиб, и ладно. Здесь зависит все от того, какой напор у человека самого был изначально, в том, что происходило. Просто остановили. Предостережение и совет. Ну, вот смотрите, прекращайте действовать в данном направлении, и самое важное, не надо продолжать осознанные какие-то разрушения. Также не нужно мнить себя, да, вот, ну, раз я орудие, значит, я буду всем раздавать люлей направо и налево, а что, а я вот так, я уполномочен, да. Нет, здесь слово упал намоченный, упал намоченный, третья степень опьянения, да. Вопрос не в этом. Здесь ситуация такая, когда вам не нужно продолжать усугублять те разрушения, которые уже состоялись на сегодняшний день в этой ситуации, и додавливать ситуацию или ее новый виток провоцировать абсолютно не нужно. Здесь лучше показаться мягче, здесь лучше, может быть, умолчать, или даже, вот, ложь во благо, может быть. И, смотрите, для тех, у кого это было связано с деторождением, есть еще шанс, если позволяет возраст и состояние здоровья, родить ребенка. Либо помочь тем, кто находится в тяжелой ситуации после рождения ребенка или во время беременности. То есть, вот здесь совет такой, изменить свое отношение к тому, что происходило, и все-таки включить определенные эмоции, человеческие чувства, которые должны быть больше в позитивном, в положительном ключе. И немножечко полегче, вот, немножко полегче постарайтесь относиться к этой ситуации. Можете ставить себе защиту, можете обороняться, но не вздумайте сейчас уже нападать. То есть, при нападении на вас вы можете быть мягкой, как вода, и как-то самоустраняться куда-то для того, чтобы не было более жестких, более серьезных последствий. Вы можете обращаться за помощью к практику, если это актуально для вас. А так, сейчас без действия для того, чтобы оставить действовать силам, это наилучший вариант. То есть, смотрите, с чего мы начали, тем и закончили. Эта же позиция ложится в конце. Поэтому все хорошо, но все хорошо в меру. Мы всегда должны понимать, что палку перегибать, это тоже не есть хорошо. Поэтому, да, Мавр сделал дело, Мавр может уходить. Поэтому здесь такая ситуация, что совершили, воздаяние пришло, на этом успокаиваемся. После драки кулаками не машем, глаза никому не выколупываем и идем просто своей дорогой. Это лучший выход из того, что произошло. Вот такая история. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию на любую интересующую вас тему, в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, в котором подробно и с уважением к вам рассказывается, как вы можете получить консультацию для себя. Ну и, конечно, на все хорошие, адекватные комментарии я поставлю сердечки и талисманчики, которые будут защищать вас в той ситуации, в которой вы находитесь сегодня, если вы правы. Но я сразу хочу сказать, что тема щекотливая. Есть много новых зрителей, которые пока не в курсе правил канала. Пожалуйста, думаем, прежде чем вы что-то пишете. Потому что прежде всего от человека, от зрителя зависит, какой вариант он выбрал и насколько правильно он выбрал, и насколько правильно он понял сказанное. Мы сами несем за себя ответственность. Я желаю всем благополучия, удачи, до встречи.